в ближайшие выходные 3 марта праздник мастеров пера авторов рассказов повестей очерков а сегодня у нас в гостях писатель иван образцов здравствуйте иван рад вас видеть здравствуйте вообще об этом празднике но я честно говоря не очень помнила вы отмечаете его в писательской среде с коллегами вообще помните о том что праздник существует видите дело в том что для писателя праздник день писателя да он ну и может пафосно звучит но происходит каждый день потому какой-то выделять конкретную какую-то дату это скорее необходимо для того чтобы ну на мой взгляд по крайней мере чтобы во-первых читателям зафиксировать что есть у нас вот такая сфера жизни общественной да как литература ну и во-вторых чтобы это каким-то образом связать вообще с гражданин нашей страны мне кажется это основная идея этого праздника напомнить да какие форматы вообще сегодня актуальны если мы говорим о писательстве да для того чтобы там люди наши молодежь и не только молодежь знали классику и современных писателей кто в лидерах вот все-таки интернет или у нас люди читают и бумажную литературу ну в данной такой как бы дихотомии если угодно мне кажется есть определенный изъян когда мы отделяем мысленно допустим электронную книгу от книги печатной аудиокнигу от книги электронной в смысле документа да мне кажется такое разделение оно несколько искусственное важно читают ли вообще сегодня читают читают что самое интересное если мы посмотрим рейтинги продаж допустим на сайтах каких-то издательств крупных то они довольно таки высокие вопрос лишь в том зачем покупать бумажную книгу сегодня наверное вот этот вопрос более точно потому что не очень-то и дешево стоят сейчас книги но с учетом того сколько уходит наверное на их производство там средства всего остального но здесь видите крупные издательства могут себе все-таки позволить цены как-то немножечко регулировать потому что большие объемы печатной продукции книжной предполагают и возможность снижения цены книги да и и например книга отпечатанная в региональной типографии часто может стоить дороже ее себестоимость будет дороже чем книга отпечатанная в типографии столичной или в типографии крупного издательства тем не менее вот эти продажи бумажных книг все-таки держатся на крупных издательствах и такие книги покупаются сегодня но покупаются скорее кем вот они покупаются скорее людьми привыкшими все-таки читать с листа, с одной стороны, да. Ну, для меня аудио сложнее, чем, например, читать с листа. Ну, конечно, тут дело привычки, если угодно. Но все-таки есть, наверное, какой-то, знаете, экзистенциальный, что ли, элемент чтения книги вот с листа, да, бумажной. Причем даже такие пакетбуки какие-нибудь, да, довольно, ну, как говорят, одноразовые книжки, они все равно как-то выглядят книжкой. Почему, мне кажется, с чем это связано? Мы все-таки люди, хотя сегодня век интернета, век медиа, да, таких виртуальных, мы люди, живущие в мире, где есть вещи. И, например, обладание этой вещью, оно, в принципе, заложено в нас, как вот в биологических существах. Поэтому человек, мне кажется, прежде всего хочет эту вещь иметь и держать в руках, чтобы она имела какой-то вес. То есть это как велосипед купить, да, там? Что-то в этом духе, конечно, ну, не столько даже, как велосипед купить, да, а сколько, как вот чувствовать, что этот велосипед тебя куда-то несет, везет, доставляет, куда следует. Книга вот в этом смысле, если вашу такую аналогию, да, продолжить, она как раз позволяет быть весомой в руках, бумажная книга, и куда-то читателя приводить. Ну, что касается уже интерпретации. Ну, это с учетом того, если он ее перечитывает же, да, то есть он ее прочитал, положил какое-то время, а потом, ну, там, спустя, там, полгода решил ее перечитать. Ну, это как мы на велосипеде впервые едем куда-нибудь, да, впервые купили этот велосипед, впервые на нем едем, и первое впечатление, вот это яркое, оно обычно складывается не столько из видов вокруг тебя, а сколько из самого движения на велосипеде, да, а потом, когда ты едешь по этому маршруту уже в знакомое место, помня о той приятности, которая это тебе место принесло, ты уже начинаешь постепенно оглядываться по сторонам, замечать какие-то детали дороги, да, то есть ты уже не поглощен движением самим по себе, вот этим, таким стремительным перемещением в пространстве. То же самое с перечитыванием книги. Перечитывая, ты уже начинаешь видеть детали, и открываешь для себя не просто более объемный мир, а более объемные смыслы. В конце концов, смыслы в основе же всего лежат. И вот сразу захотелось взять книжку и почитать какую-то, перечитать, между прочим. Ну, писать вообще, Иван, сейчас модно, прибыльно, или... Ну вот мне иногда кажется, что ну зачем, это же абсолютно не приносит какого-то дохода писателям не супер, там каким-то популярным, может вообще этой профессиональной деятельностью не заниматься. Ну, вот вы сейчас сказали профессиональной деятельностью. Да, кстати, сейчас очень остро стоит вопрос по поводу статуса писателя и внесения этого статуса в общероссийский реестр профессий. И, в общем-то, камнем преткновения стало определение того, что есть писатель. Пока еще к единому мнению не пришли, но дискуссия продвигается, причем дискуссия на уровне таком всероссийском. Мне довелось тоже в этой дискуссии поучаствовать, я не буду сейчас излагать свои мысли, мы не об этом, потому что говорим. Так вот, по поводу модно, прибыльно и так далее. Ну, вот смотрите, писатель, да, если мы берем как профессиональная деятельность, то эта деятельность включает в себя не только, собственно, написание художественного текста. Почему? Дело не в том, что ты должен зарабатывать чем-то на стороне. Причина вовсе не в этом. А причина в том, что, став писателем, ты, значит, обладаешь уже некими навыками, которые ты проявляешь и закрепляешь. Вот, например, когда участвуешь в качестве художественного редактора, да, или, там, допустим, в качестве консультанта. В конце концов, ну, вот лично у меня опыт мой показывает, что приглашают консультировать и даже участвовать в рекламных проектах каких-то, потому что слово, художественное слово, концепт сам по себе, слово, да, он лежит в основе многих современных каких-то таких технологий продвижения чего-либо. Поэтому писателем быть не то чтобы модно, это очень солидно, прежде всего. Я имею в виду в серьезном смысле слова, да. И, во-вторых, да, если ты обладаешь необходимыми навыками, более того, если ты работаешь в этом направлении, налаживаешь связи с необходимым полем, вот этим, да, культурным, то неизбежно поступают какие-то запросы, которые, конечно, оплачиваются. Может, не так высоко, как хотелось бы, но тут уже дело в наработках. Ну, то есть мы сейчас все-таки развенчали миф о том, что писатели – это такие люди, ну, какие-то совсем бедные, перебиваются с копейки на копейку. Ну, такой был в свое время какой-то миф. Самый вот главный и вредный, как мне кажется, миф, что художник должен быть голодным. Это неправда. Так же, как и писатель, да? Совершенно верно. Дело в том, что сама по себе такая постановка вопроса, она лукава в сути своей, понимаете. Человек должен жить достойно. Вот что должно лежать в основе любой человеческой необходимой для общества деятельности. И так как писатель работает со смыслами, а вся наша жизнь человеческая, неважно, виртуальное пространство или это реальный мир, она построена на речи, на смыслах этой речи. Так вот, писатель, тот, кто с этими смыслами работает, с самыми их основными частями, да? И поэтому говорить о том, что он должен быть голоден в физиологическом смысле слова, просто непонятно зачем. То есть, каков в этом смысл? Да, здесь есть такой элемент, знаете, это, наверное, артефакт нашей духовности русской, да? Когда мы в течение 19-20 века на писателей переложили вот такой аскетический подвиг каких-нибудь православных монахов, да? То есть, что-то вот этот элемент присутствовал, конечно. Но все-таки, мне кажется, этот элемент был искусственно введен и не является базовым для работы писателя. Вот классно. Мне кажется, я теперь поняла, кто такие писатели в современном мире. В писательской среде, да, если мы сейчас говорим, больше молодежи сейчас или людей зрелых все-таки? Ну, знаете, зрелые, молодые, да, вот эта вот градация тоже такая. Ну, скажем, уже такие солидного возраста. Состоявшиеся, да. Да, состоявшиеся. Ну, прежде всего, когда, по крайней мере, когда я говорю, в литературном процессе есть молодые, молодое поколение. Я имею в виду вот следующую вещь, да, и, пожалуй, это и есть реальность сегодняшняя. Это молодое поколение, это те, кто сейчас в данном вот конкретном времени нарабатывают опыт, делают первые пробы пера. Причем, когда я говорю пера, я имею в виду не буквально просто написание текста, да, какого-то, а его продвижение. То есть его проговаривание публичного. Потому что для вообще любого вида искусства, а для писательства прежде всего, очень важен диалог. То есть если мы представим, что человек на необитаемом острове, да, и вдруг он начнет на скале делать какой-то рисунок. Кому он его делает? Только в том случае этот жест имеет смысл, когда человек предполагает, пускай не при его жизни, но кто-то приедет, увидит этот рисунок. Искусство – это всегда мы. Культура – это всегда мы. А творчество – это я. Это частное высказывание. Так вот, молодое поколение – это те, кто работают вот в этой категории я. Частного высказывания. А писатель, зрелый, состоявшийся – это тот, кто к этому «я» осознает еще мы. Культуру как поле вот этого единого взаимодействия. В конце концов, коммуникация, смысл любого искусства, любого взаимодействия. И даже когда вы книгу читаете, что происходит? Происходит ваша коммуникация с автором, да, с авторским каким-то замыслом. Это вот, мне кажется, основное. И, кстати говоря, отвечая на вопрос, зачем сегодня читать, так чтение, оно и позволяет нам состояться как личность, как человек, самореализоваться, в конце концов. Потому что способность коммуникации лежит в основе всех успешных каких-то вещей в жизни человека. Вот писательство лично для вас, да, это хобби, заработок или все-таки некая такая психотерапия? Вот смотрите, все эти тоже три таких элемента, да, хобби, заработок, психотерапия. Когда мы любой из них берем и делаем максимум, мы сразу же выходим из поля литературы. Мы переходим сразу в пространство, коучей каких-то, да, то есть каких-то медитативных практик и прочего-прочего-прочего. А вот для вас все-таки? А для меня писательство – это прежде всего, ну, такой труд. Труд, прежде всего, труд. Да, это приносит какие-то финансовые, да, возможности. Опять же скажу, не такие большие, может быть, как кажется или как хотелось бы, да. Но, тем не менее, при хорошем вкладе в этот труд все-таки он оплачивается. Причем я хочу сразу развенчать миф о том, что он оплачивается только в столицах. Вот как раз здесь интернет в помощь. Потому что сегодня, вот это афоризм, который я сформулировал сам для себя несколько лет назад, сегодня провинция не в географии, только в головах. Так вот, как только она у тебя из головы выходит, и ты понимаешь, что интернет позволяет тебе с людьми взаимодействовать, в принципе, в пределах страны без всяких проблем, то ты осознаешь, что это такой же труд, который приносит такой же доход, ну и, конечно же, постепенно, когда ты становишься состоявшимся писателем, какая-то ответственность возникает за свои публичные высказывания. Вообще так-то это необходимый элемент. А вот если мы говорим о том, что, ну, что все-таки писатель, да, хотя занимаетесь многим, я так понимаю, что из последнего вашего можно почитать? Ну вот, например, буквально в 23-м году я закончил такую трилогию формы малого романа, которая была мной создана, ну, примерно 5 лет назад, я окончательно ее сформировал. Это такая форма прозаического высказывания, малый роман, и я создал из таких малых романов трилогию. Называется она «Тварь». Причем название оно, ну, может, кто-то скажет, провокационное. Конечно. Ну, хотелось бы почитать сразу, вот, если бы я увидела. Тем не менее, да, вот этот негативный контекст этого слова в нашем языке сегодня и какой-то глубинный, да, от слова «творение», «творение», они оба присутствуют в этой трилогии, и в этом, кстати, ее смысл. И второй малый роман этой трилогии, «Кинотав», он как раз посвящен последнему году жизни Вадима Шершеневича, теоретика иммажинизма, соратника Есенина, оппонента Маяковского, который провел этот последний год в эвакуации в Барнауле, и похоронен, кстати, у нас на Булагинском кладбище. Так вот, его, этот последний год жизни взят за основу, но художественно переработан и включен в эту трилогию. То есть, на самом деле, от первого романа трилогии «Тварь», где события разорачиваются в Барнауле, буквально вот в канун Октябрьской революции и чуть-чуть после нее, в кинотафе это событие происходит во время Великой Отечественной Второй мировой войны, а третий малый роман «Прукин», там события уже разворачиваются в наши дни. Но если внимательно прочитать, то можно увидеть, как трансформируется один и тот же тип героя от начала XX века до начала века XXI. И я рекомендую это почитать, если кто-то хочет. Это журнал «Невский проспект» литературный, это питерский толстый журнал, у них есть сайт, и сейчас уже все три малых романа выставлены, там можно зайти на сайт и почитать их. Иван, ну спасибо, с наступающим вас праздником. Спасибо и вас праздником. А я напомню, что сегодня мы говорили с Иваном Образцовым, членом Союза писателей России.